Ну что, хочу сказать, что втирки это уже достаточно заезженная тема вообще, потому что уже 500 раз, да, я и мастер-классы делала, и многие делают эти мастер-классы, постоянно есть вопросы о втирках, на что втирать, как с ними работать, у кого-то по-прежнему не держится, у кого-то что-то не втирается периодически. Короче, постоянно какие-то у нас проблемы с этими втирками. Правильно, нет такого понятия здесь правильно, здесь есть понятие держится, не держится, и как это смотрится. Возможно, я сегодня не обо всех втирках расскажу, да, только о тех втирках, которые, соответственно, просто, ну вот, есть разные на самом деле втирки, и они по-разному смотрятся и по-разному делаются. Некоторые говорят, да, я всегда на липкий слой втирку делаю, это уже не втирка, да, втирка это то, что делается на слой без липкости, ну, втирается это всё на слой без липкости. Раньше я это всегда делала на топ без липкого слоя, и обязательно этот слой нужно было хорошо выровнять. Вот здесь видно, что не очень хорошо выровнен ноготок, и очень важно было просушить такое количество времени, которое необходимо. Но выравнивание нужно сделать обязательно очень хорошее. Как обычно, я всем мастерам изначально предлагаю сначала, перед тем, скажем так, как сделать какую-то новую купленную втирку, сначала сделать тест на разных цветах, потому что у меня были такие случаи, когда, например, красную втирку я наносила на чёрный цвет, и она давала такой кирпичный оттенок, да, то есть хотели красный, получили кирпичный. Нужно было наносить типа на красный, к примеру, да, то есть есть много моментов, которые вы должны, естественно, учитывать. И самое главное, тестировать, успевать всё тестировать, тогда это будет наглядно, тогда это будет понятно, какой будет результат. Не забывайте хорошо всё подписывать, на какой цвет тестировали, в какой цвет. Что-то я передумала делать на чёрном, так думаю, что сделаю на каком-нибудь розовом или бежевом, короче, чтобы вам показать, как это всё делается в настоящем виде. Вот хочу обратить внимание, смотрите, да, на вот этот мой спиленный уголок. Несмотря на то, что он спиленный, всё равно всё хорошо стоит и держится. И что необходимо делать для вот такой вот работы, да, чтобы у вас точно всё стояло и держалось, я сейчас расскажу. Первое, на что вам необходимо обратить внимание, это на качество втирки. Многие говорят, что очень мелкая втирка, это залог прям вот классной втирки, классного эффекта. Смотрите, какая пыль мелкая. И как здесь мелко, но не очень. Не так, как здесь. И давайте сейчас посмотрим, что произойдёт, когда мы будем это всё дело втирать. Я, к примеру, возьму цвет, ну, подходящий цвет под мои типсики. Я так думаю, что будет тоже красиво смотреться, если мы будем покрывать тоже розовеньким. И уже на розовое делать втирку. Значит, первый важный факт, всегда покрывать под втирку два цвета. В два цвета. Если у вас плотный гель-лак, тогда можете покрывать в один цвет. Но так, чтобы чётко, прям реально всё очень хорошо перекрыть и не было бы никаких проплешин. Потому что не надейтесь, что втирка вам всё это дело перекроет. Это не так. Последний раз, когда, ну, была у нас там работа одна, и мастер понадеялась на то, что втирка всё это перекроет. И она не перекрыла, и мастеру пришлось всё это дело опиливать, переделывать и всё такое. Потому что на свету это всё смотрелось нормально, а чуть за свет, то всё это, эти все плешки, они все проявились. Это очень неприятный был момент, честно говоря. И прям печальный и для меня, и для клиента, для модели. Ну, короче говоря, вот такой вот был случай. Поэтому я вас предупреждаю, под втирку всегда плотный ровный цвет должен быть и у кутикулы, то есть везде. Если вы работаете с втиркой, например, какой-то бежевый, да, ну, такие пастели, тем более, два цвета лучше. Если белый, и белый прям не чётко всё покрывает, а здесь вот не всегда, да, чётко всё покрывается. Я всегда по два хотя бы тонких слоя, но перекрываю. Далее вы можете сделать втирку прямо на цвет. Вот представьте, как это экономит время. Но, чтобы это сделать, вам необходим вот этот вот второй слой цвета обязательно выровнять. То есть он должен быть ровненький, ровненький, такой вот. Но это те цвета, которые, например, выравниваются. Есть цвета, понятное дело, да, с которыми вам нужно тоже провести тест, которые будут плохо выравниваться. Или они такие пастообразные, может быть, не сильно выравниваются хорошо. Если цвет не очень хорошо выравнивается, необходимо взять вот так вот кисточкой и как бы сверху, прям не касаясь, не притаптывая, да, не притапливая кисточку, вот так вот перекрыть. То есть как будто бы сверху. Все, хорошенечко просушили наш цвет и сняли липкий слой. Теперь для меня начинается сложная задача, так как у меня длинные ногти. А для кого-то все будет хорошо. Значит, липкий слой снимайте хорошо со всех сторон. Цвет тоже должен быть хорошо просушен. У кого нет, соответственно, длинных ногтей, тем будет проще. Мне посложней. Почему? Потому что я сейчас беру второй более такой крупного помола. Кирочку. И пальчиком втираю. Все, то есть втерла пальчиком и у меня получился очень красивый вот такой вот блеск. То есть кто может пальчиком залезть прямо в баночку, я им даже в некоторой степени завидую. Вот так. Все это стряхнули. Можете пальчиком еще дополнительно стряхните кисточкой, да, то есть, ну, короче говоря. Пальчик не должен быть сильно сухой, то есть когда пальчик сухой, вот видите, втирочек какая. Когда пальчик сильно сухой, то плохо втирается. Поэтому пальчик, ну вот, когда вы обезжириваете, да, пальчик такой немножко влажненький, как будто немножко, да, влажная рука. Сейчас про влажный пальчик был очень важный момент. Поэтому я прошу вас, пожалуйста, запишите, что ли, себе как-то в мозг. Сразу в мозг запишите себе, что, да, есть такие вот моменты. То есть сейчас уже можно топом, таким без липкого слоя сверху не покрывать, сразу покрывать на обезжиренный, да, снятый липкий слой цвет, цвет покрывать на шуфтирочку. Но протестируйте, пожалуйста, с цветами, которые вы, на которых вы собираетесь это все делать. Хорошенечко обезжиривателем все это дело протрите. Итак, то есть ноготь, он не обязательно должен быть таким, вот здесь мне хватает пальца, не обязательно должен быть горячим. Нашу вторую фтирочку. Хорошенечко прям так втираем-втираем. Вроде бы все втирается неплохо, но сама, да, и фтирка такая мелкая, все должно быть вот замечательно. Давайте посмотрим. Может быть так и останется все замечательно, может я что-то не понимаю. Во-первых, вот давайте сейчас сравним без покрытия топом их глянцевость. То есть оказывается, что там, где не сильный помол, блестит намного ярче. То есть как бы эта втирка, в принципе-то, в общем-то, все перекрыла, да, ну вот так вот. И такая вот она вроде бы глянцевая, но смотрится круче вот эта втирка. То есть она немножечко просвечивает прям капелюшку, и она дает вот этот вот прям блеск. А здесь вот как будто матовость. Можно сказать, что это типа две разные втирки, поэтому вот так вот оно смотрится. На самом деле, если бы я выбирала серебро, я бы выбрала вот такое серебро. Поэтому помол здесь не всегда имеет значение. Еще один момент, да, нам нужно стряхнуть все наши блестки. Когда типсики красите, сзади тоже стряхивайте, потому что когда будете покрывать, это тоже все может оказаться между втиркой и топом, и дать, соответственно, вот такой мелкий, мелкую некрасивую, ну, блеск, да, то есть эта втирка уже не будет такой. И теперь давайте посмотрим. Вот я глянцевость стерла с двух ногтей, и сразу становится ясно, что вот здесь прям видно, да, что какие-то пятна проявились, какие-то вот она подстерлась в некоторых местах. То есть вы видели, что я одинаково, да, стирала что на одном, что на другом, только у этого еще более глянцевый эффект красивый появился, а у этого наоборот. Вот это, конечно, печалька. Значит, что нам... Я уже вот это сразу откладываю, потому что, ну, как бы вы видите, да, что это непрезентабельный вид. Я не могу... Вот так вот было, да, как бы, когда свет, вот ничего не видно, все так красиво, все так замечательно, клиентка рада, потом так, опа, и здесь вот это все пятнами проявилось, и просто мы тут вообще очень было печально. Итак, что необходимо делать? Необходимо первое, чтобы все это дело закрепить, уже после втирки аккуратненько подпилить, обязательно, мелкой пилочкой. Я даже иногда больше, чем надо спиливаю, ну, как бы, не знаю, ну вот в некоторых местах, да, как бы даже видно, что я... Ой, как у меня тут суштерлась. То есть в некоторых местах даже видно, что я больше, чем надо спиливаю. Но это ничего страшного, на самом деле, даже если это черное, не особо видно. Ну, как бы так, да, конечно, получается. Вот, взяла и себе тут запоганила. Вот, видите, дырку сделала. Если вот такая дырочка появилась, и вы прям не знаете, что реально делать в такой ситуации, ну, кривнули, да, чем-то там задели, то, значит, есть первый способ. Сначала попробуйте просто ее затереть, если она как бы не затирается у вас. Ну, вот, к примеру. Вот, но не затирается, да? Смотрите, дырка все равно осталась. То вам советую следующий способ. Так, сотру, чтобы видно было. Взять, нанести обезжириватель на салфеточку. И так слегка чуть-чуть обезжиривателем прислонить. И все, и ваша дырка закрылась. Вот там еще чуть-чуть есть. Я опять вот так взяла. Чуть-чуть прислонила. Прям капельку, да, вот так. И пока оно еще такое влажненькое, опять же, все это дело затерло. И получается у вас вот так вот все заделано. Этот способ действует для любых, можно сказать, втирок. Хороших втирок. Вот для этих втирок это все будет вот так смотреться. Страшненько вот так вот. Некрасиво будет смотреться. Итак, мы подпилили. Следующее, что мы делаем, праймером проходим. То есть, прям берем бескислотный праймер. Я всегда пользуюсь бескислотным праймером. Мне говорят, а все же сейчас, все же вся же глянцевость пропадет. Ну так не надо же по всему этому-то прокрашивать. Вот вы тут вот по контур такой сделали. И все, первое, что вы сделали. Значит, смотрите, теперь даже в принципе, не важно, как у вас там ляжет ваш топ, у вас здесь вот главное, вот тот предыдущий слой у вас был ровный. Все, это самое главное. Все остальное, как ляжет, уже пофигу. Значит, у меня есть топ вискос, я уже про него говорила, и я им работаю. А, ну тоже, топы все тоже бывают разные. Вот если мы посмотрим на разные топы, я не знаю у кого как, но некоторые втирки сами по себе становятся зернистыми. То есть, ты их покрываешь, и они перестают просто блестеть. Они просто все растворяются. Это может зависеть от двух факторов. Либо это втирка такая, у меня есть такая одна втирка, которую я решила просто всегда на липкий слой наносить. Она просто вот как блестки, да, такие как пигменты. Уже все я для себя решила. Ни под каким топом она себя нормально не ведет. Паразитка такая. Хотя красивая. Вот. И второй момент. Это зависит от топа. Берем любой топ, который держит, соответственно, на шуфтирку, и прокрашиваем первый слой вот так вот по торцу. Ну, так немножко можно заходя. Таким вот способом. Все прокрасили и положили в лампу. Все топом, который держит. Вам нужно пользоваться обязательно топом, который держит именно вот... Я сейчас топ другой взяла, который был под рукой. Такое взяла. Вам нужен топ, который держит непосредственно втирки, слайдеры, стразы. Это все про это. И я как раз сейчас в моем любимом Росе закажу топ, который как раз у них предназначен для этого. Он более густой. Он rubber top считается. То есть с каучуком и специально приспособлен для вот этих вот дел. Я все протестирую. Вам, естественно, скажу, как это все работает. Я уверена, что там у них тоже все отлично и замечательно. В принципе, как и с любым их материалом. Короче, я хотела сказать любимые мои материалы. Вот и все. Короче, я начала просто искать альтернативу топом. Топу, точнее, вискос. Вот. Я обнаружила, что в Росе есть подобный топ. И я хочу как раз его попробовать. И почему, да? Почему все это произошло? Потому что те, кто пользовался вискос, знают, что его нанести достаточно сложно. Мне многие жалуются на это. Но я как бы никак не могу повлиять на эту ситуацию. То, что он хорошо, классно держит втирку, да. То, что он дает, блин, волны. Вот такие волны. Мне это, конечно, жутко. Ну, то есть он выравнивается сложно. И это мне очень не нравится. Поэтому переходим на Росе. Смотрим, тестируем. Я так думаю, что мне очень все это понравится. Потому что люди хвалят. От пальца, соответственно, втирка будет намного красивее смотреться, более глянцевая. Вот. И хорошо правильно закрепляйте материал. То есть сначала опиливаете, наносите праймер бескислотный, как я уже показывала. И закрепляйте сначала торец, потом уже полностью всем топом. Топ должен быть специально для слайдеров и втирок. То есть специально для дизайнов, которые держат эти втирки. То есть если у вас не держится там я на базу уже пробовала. И на то уже пробовала. И на это пробовала. Ничего не надо пробовать. Нужно просто купить топ, который специально подходит для дизайнов. Все. Это решение всех ваших проблем. Можно двумя слоями не перекрывать, чтобы толщины не было особой. Просто сначала по торцу просушили, слегка просушили, а потом полностью уже закрыли. Тоже просушили. Важно, чтобы топ не давал раствориться вашей втирке. То есть он не должен растворять втирочку вашу. И тогда у вас все будет красиво и замечательно. Продолжение следует...